Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер и по многочисленным просьбам я возвращаюсь в девятый асфальт для того, чтобы показать свой гараж спустя почти, наверное, три года или реально три года, потому что игруха вышла в 2018, а сейчас уже подходит к концу 2021 год. Итак, начнем мы, конечно же, с D-класса, от самых простых тачек до самых крутых, и здесь нас встречает вот такой вот оттюнингованный Mitsubishi Lancer. Как вам данный автомобиль? Кто смог его оттюнинговать? Дело в том, что вот эти детали тюнинга попадаются только лишь в специальных наборах, из которых, конечно же, они выпадают рандомно, и мне посчастливилось немножечко насобирать на него этих деталей. Далее у нас идет BMW Z4 LCI E89, блин, одни цифры, одни буквы. Конечно, на этих тачках я сейчас практически не гоняю, иногда бывает я Lancer использую для того, чтобы просто полюбоваться его тюнингом и покайфовать. Все тачки в самом начале у меня до золота прокачаны, потому что прокачиваются они быстро, и никаких импортных деталей, насколько я помню, здесь у нас не требовалось. Ну, обычные импортные детали есть, а эпики, так называемые, тут их нету. Chevrolet Camaro LT тоже вообще точила, не используется. Есть, кстати, народ большой гайд по девятому асфальту, обязательно оставлю его в подсказках, сверху должна всплыть, а также в конечной заставке. Посмотрите, если кто, допустим, недавно только начал играть и не знает, какие тачки качать, на какие стоит тратить золото или жетоны, но жетоны вообще ни на какие не стоит тратить, жетоны надо тратить на наборы, но только после того, как вы дофига их накопите. Ладно, Camaro LT тоже не используется. Сейчас вот у нас идет охота, и вот этот Nissan Leaf Nismo RC, да, я его использую. Кстати, тачка такая прикольная, довольно-таки долго держит нитро, ускорение неплохое, скорость 244, в идеальном нитро у нее 277, а в нитроволне 255, по-моему, то есть такая странная тачила. Что ж, дальше у нас идет уже Nissan Nismo 370Z. Тачила никак тоже не используется, вот так выглядит. К сожалению, никакого тюнинга, ничего нету. Кстати, я вам не показал же этот Leaf, как выглядит сзади. Ну, тачила прикольная. Я не знаю, что она забыла в D-классе, мне кажется, она бы вполне бы сошла и на C-класс, и может быть даже на B, в зависимости от того, какие у нее там параметры есть. Что ж, следующий автомобиль у нас Volkswagen XL Sport Concept. Покрасил я его вот в такой вот синенький цветик, переваливается с зеленым, ну, выглядит прикольно тоже. Очень много автомобилей в девятом асфальте, на которых вы просто не гоняете. Они стоят, пылятся и все. Далее у нас DS Automobiles, одна из тачек, на которую стоит обратить внимание в самом начале, быстро прокачивается, легко чертежи копятся и, в принципе, себя неплохо показывает на каких-то треках и в сетке, кстати. Так что большой гайд обязательно к просмотру, особенно тем, кто хочет каких-то результатов здесь добиться. Конечно же, по большей степени вы сможете добиться результатов только лишь с помощью доната, но я этот вариант рассматривать не хочу даже. Так, далее у нас Dodge Challenger 392. У него вот такой вот у меня имеется винил или деколь. Прикольный. Тоже не используется вообще никак. Следующая тачка у меня BMW i8 Roadster. Я, кстати, нашел у себя в закромах фотографию с Alpha Future People 2015 года, где я как раз стоял рядом с этой тачкой и для вас обязательно размещу фоточку в этом ролике. Так, ну и, к сожалению, вот нет у меня автомобиля Ital Design Da Vinci. Не открыл я ее, вообще никак не прокачал. Она, насколько я помню, была лишь для обладателей пропуска. А вот эту Beho i8, насколько я помню, можно было легко прокачать до 4 звезд во время синдиката. Чем я, так скажем, и занялся. Занялся. Далее у нас Porsche 718 Cayman, кстати, который имеет... Так, мы можем покрасить... А, нет, смотрите, вот что у нас тут есть. Диски, короче, ну пусть эти останутся. Короче, у этой тачки у нас тоже имеется тюнинг. И довольно-таки неплохо смотрится, но по-прежнему тюнинг в девятом асфальте очень глубоко сосет у тюнинга в Need for Speed No Limits. Поэтому, да, здесь он есть, но такой для галочки. И, блин, за донат только. И рандом, опять же. То есть, настолько Гэл вообще не любит своих игроков. Что ж, далее у нас Infinity. Не такая именно тачка, но марка Infinity есть у Дэйва. Я не помню, как она там называется. Кстати, он недавно делал первый взгляд и такой неплохой, можно сказать, обзор. Forza Horizon 5 оставлю в подсказочке для вас ролик. Посмотрите, он там много чего показал, как игруха идет на его машине, так скажем, на пекарне. Ну и также он, насколько я знаю, стримил ее не в 4К, но, по-моему, в 2К. Так что все полезные ссылки есть в описании под этим роликом. Тачила прикольная, она у меня прокачана всего лишь на 2 звезды. И мы переходим к следующему флагману, наверное, Д-класса. Это Lotus Ellis Sprint 2022, хотел сказать. 220, одна из топовых тачек, которая хорошо управляется, хорошо набирает скорость, хорошо держит нитро. И максималка у нее, конечно, слабенькая, но для Д-класса вполне неплохо. В разгоне, по-моему, 282 километра, что ли, дает. Следующая у нас Carga, Targa. Porsche 911 4S. Ну, такая себе тачка. Выглядит прикольно, она еще и типа каприолетик у нас. Но я на ней тоже не рассекаю. В основном в Д-классе я использую как раз-таки Lotus Ellis и Geneta G60. 290, 303, по-моему, с нитро у нее. Ускорение слабо набирает, но если вы набираете ускорение, врубаете нитро, обычное или идеальное, тачило очень долго его держит и хорошо, так скажем, себя ведет на дороге. Мне автомобиль очень нравится и я в сеточке на нем как раз-таки гоняю. Пишите в комментах, на каких тачках вы гоняете в сетке. А мы переходим к следующему автомобилю. Honda Civic Type R. На нее сейчас, именно в данный момент, когда я снимаю ролик, идет охота. И я надеюсь, я ее до 4 звезд добью. Но по поводу прокачки, хз, получится у меня это или нет, выглядит хорошо. Мне нравится, как она смотрится. Тюнинга, насколько я помню, у нее никакого нет. И давненько, кстати, не завозили нам тюнинг в игру. Следующий автомобиль Porsche Taycan Turbo S, который предоставлялся в первом пропуске, когда только-только вот эти сраные сезоны запускались. Вот эта тачка была в сезоне Porsche и выглядит она прикольно, конечно. Taycan, вот я еще и винильчик для нее забрал. Короче, ничего, были времена. Сейчас, конечно, живется значительно хуже нам. Итак, ТВР Griffith. Те автомобили, которые у меня не открыты, я их просто на рот пропускаю. Будем только смотреть на те, которые есть у меня в гараже. Далее, ТВР Griffith, который прокачан вроде как на максималку, но не в золото. То есть, эпиков у меня, по-моему, для него не осталось. А если и было, я их, скорее всего, применил где-нибудь. Нет. Четыре эпика надо будет для того, чтобы ее в золото прокачать. Автомобиль абсолютно не использую. Мазда фурой. Вот на этой тачке я еще иногда бывает в сетке гоняю. Хорошее ускорение, управляемость так себе. Nitro тоже быстро расходует. Максимальная скорость у нее 305, что очень даже неплохо для D-класса. Но, конечно, бывает, что тяжеловато на некоторых треках, особенно в Карибах каких-нибудь. Что ж, есть. Вот, видите, много очень точил, которые у меня отсутствуют, и ключей у меня от них нет. Но зато есть Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, которую я даже, честно говоря, не думал, что заберу. По-моему, мне ключ случайно выпал, и я такой из Гран-при ее достал. Топ, нифига себе, у меня будет двузвездный Хуракан в D-классе. Что ж, переходим к C-классу. И тут я тоже, конечно, поделюсь своими мыслями, на каких тачках я гоняю. Dodge Challenger SRT8. Автомобиль абсолютно никак не используется в хаки-цвете таком. Ну, так себе. Вот зачем разработчики ограничивают нас в посещении игры? То есть вы используете все топливо, все билеты, и все. Вы не можете играть. Вы можете играть только в сетку. И то, опять же, если у вас все вот эти топливные баки закончатся до тех пор, пока они не закончатся. Зачем такое ограничение, непонятно. Вот, например, в Racing Master разработчики из Dahua, Codemasters и NetEase, они сразу сказали, никакого нафиг топлива у нас не будет, чтобы игроки играли вот сколько хотят, чтобы столько играли в нашу игру, и мы ничем не будем ограничивать. А геймлофты вот такие вот, не знаю, мне кажется, в будущем, может быть, все-таки они пойдут навстречу и отменят вот эти все топливные баки. Но билеты, наверное, скорее всего, также будут у нас оставаться, потому что, а как иначе еще? Надо же выдергивать бабло из игроков. Следующая тачка у нас BMW 3.0 CSL Homage, которая имеется тоже в Need for Speed No Limits. И тачелла-то неплохая, но, опять же, я на ней не гоняю. Камара ZL-1 50... 50-й эдишн. У нее, кстати, появился, как вы уже заметили, тюнинг, также имеется вот шины какие-то у меня тут добавились, и то же самое, что и у Каймана. Конечно, тут тюнинг, да, имеется, и выглядит она прям ничего так, ничего, космически. Но, опять же, я на ней не гоняю, а где на ней гонять-то, блин? То есть, блин, никаких активностей не появляется для того, чтобы задействовать старые автомобили. Что ж, дальше у нас Lotus Evora Sport 410. Вот тоже открыл для количества, и все, тачила пылится в гараже. Очень много тачек реально пылится в гараже, блин. Вот по каждому классу можно 2-3 тачки назвать, на которых я реально гоняю, и которые... И все остальные я не использую. Mercedes-Benz AMG GTS тоже обзавелся тюнингом, и тюнинг мне удалось, по-моему, весь практически открыть, и сейчас вот тачка так вот прикольненько выглядит. Но тоже, опять же, не гоняю, не гоняю. Я не знаю, им надо было бы сделать какие-нибудь еще ивенты в ежедневных событиях, чтобы там можно было как раз какие-то кузова, детали для тюнинга добывать. Потому что, ну это просто позор какой-то, я не буду об этом еще раз в очередной раз говорить. Что ж, далее у нас BHM 4, которая красуется на ролике топ лучших мобильных игр 2018 года, в который попал как раз-таки 9-й Asphalt, потому что тогда Game Loft были еще красавчиками. Сейчас, конечно, они полную дичь творят, но вроде как Asphalt Extreme, несмотря на то, что его удалили из сторов, он выйдет эксклюзивом для Netflix. Что такое? Может быть, Netflix запускает свою какую-то игровую консоль? В чем я не особо уверен? Резвани Beast X. Да, вот на этой тачке я еще более-менее где-то бывает гоняю в каких-то там охотах, она пригождается. Далее у нас Aston Martin V12 Speedster, который не помню вообще. По-моему, нет, это не эксклюзив какого-то пропуска был. Короче, тачку забрал на две звезды в охоте и забыл. Про нее абсолютно не нужна. Следующий автомобиль у нас Dodge Viper ACR, который, в принципе, неплохой в C-классе и на нем можно нормально рассекать. Я ее покрасил прям как в моем Need for Speed No Limits в гараже она имеется, только там, конечно, кузов широкий у нее есть. Следующий автомобиль у нас Ford Shelby GR1. Я ее прокачал в золото, потому что, вы знаете, мое отношение к марке Ford я очень люблю. Тачилы у них особенно мустанги, Shelby всякие. Они выглядят, конечно, потрясно. Так, далее, далее, далее. У нас Pininfarina. Одна из топовых тачек, опять же, в самом начале была, но и сейчас на ней, в принципе, можно неплохо нагибать в сетке. Но, опять же, я на ней очень редко гоняю. Я в основном использую как раз таки вот этот Ford Shelby и следующую тачку. Это Ortega Scala Superlitra, блин. Вот так она выглядит. Очень хорошее ускорение на старте. Вообще просто неимоверно быстро газует. Но максималка у нее такая себе. Ну, в принципе, норм. Норм автомобиль. На нем как бы стоит акцентировать внимание, если вы новичок. Но также не забывайте и про Acura 2017 NSX, которая себя еще лучше показывает, потому что ускорение у нее 84, чуть меньше, чем у Artega, но максималка уже выше. Да, управляемость чуть ниже с нетрухой, но тоже одна из топовых тачек C-класса, на которой до сих пор можно неплохо так бахать в сетки ваших соперников. Мазеррате. Наверное, одна из самых быстрых тачек по максимальной скорости. Но вот по остальным моментам она уступает. Зато держит хорошо нитро. 340 с лишним, по-моему, у нее с нитро разгон. Так, далее у нас тоже прокачанная тачка, но я на ней не качаю, не качаюсь, блин, не катаю. Венсер с Arte, хотя вот, наверное, она будет самая мощная по максимальной скорости. Олег с Джеком могут меня еще поправить, конечно, потому что я практически не гоняю сейчас в сетке, нафиг сетку. Мне мотивации никакой нету там, разве что, ну, чуть-чуть жетончики, дабы чуть-чуть какие-то чертежи. И то эти чертежи превратятся в лом, потому что самый смак, он в основном в платине, либо в легенде. А все остальное, ну, такое себе. Что ж, далее у меня Ferrari F40, которую, блин, я мог прокачать на 5 звезд. Была охота нормальная, но поленился, не позадротил. И она у меня поэтому только на 4 звезды, и не хватает 7 фрагментов для того, чтобы ее прям нормально прокачать. Кстати, неплохая тачка, насколько я помню. И единственный минус, наверное, это дико слабое ускорение. Далее, конечно же, есть тачки с ключами, и не только. Есть вот автомобиль Акурок. Еще один NSX GT3 EVO, которую можно открыть, но почему-то я ее, кстати, не открыл. А можно открыть, я все равно вряд ли на нее что-то там насобираю. Если я не ошибаюсь, у меня был ключ, что ли, от нее. Давайте откроем, заодно она вот так вот сейчас покрасуется. Какой звук! И плюс-минус, он у большинства тачек одинаковый, к сожалению. Слушайте, прикольно выглядит. Да, я ее даже на 2 звезды прокачал. По-моему, на нее был какой-то Гран-при. Далее у нас автомобиль тоже из Гран-при. И Porsche 718 Cayman GT4 Clubs или Club Sport. Не используется. Иногда бывает, Гэл запускает какие-то акции, где этот автомобиль понадобится. Но по большей степени он просто простаивает в гараже. Аренера Хусария 33. Тоже стоит в гараже. Нифига, так скажем, не используется. Но у нее, смотрите, максималка. Очень хорошее ускорение. Ламборгини неплохое, но управляемости и нитро ей не хватает. Нитро прям тает на глазах практически. И на этой тачке я в сетке, допустим, не гоняю. Разве что на прямых и трассах, где больше прямых, на ней, да, можно рассекать. Ламборгини Gallardo LP560. Была тоже эксклюзивом пропуска Ламборгини. По-моему, он второй был в списке. И я еще тогда покупал пропуска. Сейчас уже нет. Следующий у нас B-класс. Да, кстати, по C-классу топ для меня остается, короче, Ford Shelby. Я на нем гоняю. И Artega. Остальные иногда тоже бывает используем. Итак, B-класс. Porsche 911 у нас получил тюнинг. И сейчас вот этот автомобиль выглядит примерно как-то так. Визуально прикольно. Я бы, знаете, что еще бы какие-нибудь арки бы им добавил. Ну, че такие скучные? Скучный геймлофт. Почему тюнинга нормального нет? С другой стороны, нафиг тебе тюнинг. Те главное же, чтобы тачка хорошо ездила. Нет, я за визуал. Вы знаете, что мне картинка как бы нравится. И я чаще всего наблюдаю на автомобиле сзади. И мне бы хотелось иметь вот как раз арки, чтобы у нее были шире. И, блин, тачки с арками выглядят просто великолепно. Aston Martin DB11. Автомобиль, который используется сейчас только в событиях на Черную Пятницу. Их там немного. И я, по-моему, уже все задания выполнил. То есть тоже редко очень используется. Jaguar F-Type SVR. Самый, наверное, запыленный автомобиль в моем гараже. Потому что вообще нигде на нем не гоняя. И нигде он практически не требует. Стоит и скучает. Exotic Rides W70. Похожая очень на Ferrari. Тоже было время, когда я ее прям очень хотел забрать. Мне тачила нравилась на старте. Но сейчас она простаивает в гараже. Пылится и не используется. Porsche 911 GT1 Evolution. Тоже прокачал до 4 звезд. И дальше как бы вообще забил. Тут даже Epic у меня имеется прикольно. Тачила так себе. И визуально она мне не очень нравится. И гонять на ней тоже как-то не в кайф. Ford GT обычный. Прокачан в золото. Потому что, опять же, Ford. Ford я люблю. И автомобиль никак не используется. Вот, к сожалению, следующий Ford GT MK2 я не открыл. Увы. Но там не сильно он круче, чем обычный GT. Следующий автомобиль у нас Lamborghini Asterion. Который в основном дается за ежедневные задания. И имеет тюнинг. Выглядит прикольно. Прикольно. Можно, то есть, вот так его тюнинговать. Хотя, помимо, конечно, такого кузова, есть еще и другие варианты. Думаю, большинство новичков ее открыли. Ferrari Roma. На одной звезде только эта тачка у меня показатели так себе. И вообще, непонятно, зачем она. Ну, ладно, не буду осуждать. Как бы, я рад был бы, если бы много тачек выходило. И они не имели суперские какие-то показатели. Но их хотя бы где-то можно было бы использовать. Но мы не используем их. Cadillac Sign Concept. Одна из редких тачек, назовем ее так. Потому что на нее надо проходить ежедневные задания, чтобы ее получить. И у меня удалось ее прокачать в золото. Очень много автомобилей у меня не прокачаны в золото. Потому что, напомню, я сейчас не так часто рублюсь в девятый асфальт. И мне не особо даже интересно тут гонять. Потому что скучно и как-то однообразно. Просто надо очень-очень-очень много гонять, блин. И все. Вот, кстати, как выглядит Cadillac. Ну, сзади такая себе тачка. Не особо впечатляет. Что ж, отправляемся к следующему автомобилю. А вот эта тачка мне очень нравится. Zerun et al. design. Спереди не очень она мне нравится. Но напоминает Lamborghini. А сзади, смотрите, как она великолепно выглядит. Вот эти узенькие такие задние фонари. Ну, сзади прям в гонке она красавица. А вот по остальным параметрам, ну, так себе. Nitro быстро достаточно тратится. Управление тоже так себе. Ferrari 488 GTB. Тоже стоит пылиться, как и tal design. Никто на ней не гоняет. Ну, никто я на ней не гоняю. Следующая автомобиль SCG-003S. По-моему, была когда-то топом, но ее потом пофиксили. И опять же, пылится. Пылится в гараже. Чем-то, кстати, сзади напоминает какой-то Batmobile. Прикольная тачка. Опять же, не используется. Так, а вот эту Ferrari F12 TDF я часто использовал раньше в сетке, пока не открыл уже себе Corvette и Huracan. Раньше вот именно на ней гонял. Выглядит она классно. Замечательно, я бы даже сказал. Но, опять же, сейчас нифига не используется. Что ж, Lamborghini Murcielago я не открыл. А вот одна из топовых тачек в самом старте, в самом начале девятого асфальта была. А это, конечно же, Chevrolet Corvette Grand Sport. Она у нас кабриолетик идет. Выглядит, конечно, классно, эпично. Классно. И, кстати, у нее, смотрю, можно менять эти диски, да? То есть у нее есть детали кузова. Serious? А, нет, нифига. Это я что-то это... Размечтался. Можно из кабриолета превратить ее в нормальную тачку. Вот у нас крыша так достается, открывается. Так, чик-чик-чик. И обратно стекла поднимаются. Нормуль, короче, тачка. Для новичков самое то. Дальше у нас идет Aston Martin Vantage GT12. Не полностью прокачал, но точила, насколько я знаю, очень неплохо себя показывает в сетке. Можно на ней рулить. Опять же, не прокачивал. По-моему, вообще много тут еще, да, всего нужно установить. И неинтересно, не гоняю. Во! Следующая тачка. Прям одна из моих любимых, потому что сзади она прям необычно выглядит. Это Apex AP0. Вкачал я ее до пяти звезд. По-моему, во время Синдиката она была доступна. Выглядит, ну, прям, знаете, какой-то символ. Прям Бэтмен или Робин. Не знаю. Короче, прикольно она выглядит. Бывает иногда в сетке гоняю на ней. Но для сетки чаще всего вот использую, например, в золото прокаченный Синер 1 550. У него просто топовая скорость в Б-классе. Но если вы попали на какую-нибудь трассу Карибы, забудьте, что вы можете приехать первым. Ну, у меня, по крайней мере, редко получалось. Следующий автомобиль, который я тоже использую периодически в сетке, это Apollo N. У него тоже хорошие показатели. Но, опять же, есть проблема с управляемостью. И очень быстро расходует нитро. Что ж, переходим к Мерседесу Бенсу SLR McLaren. Чертежи автомобиля чаще всего раньше можно было и, скорее всего, сейчас в сетке добыть. Но так как я в сетке не играю, я не знаю, где его можно там добыть. Еще 39 фрагментов осталось для того, чтобы в 5 звезд ее вкачать, не используя автомобиль. Но вроде как себя он неплохо показывает. Следующий у нас Aston Martin DBS Superleggera, который тоже неплох, неплох вроде бы. Но, опять же, на нем не гоняю. Использовал, по-моему, в каких-то особых акциях. Далее у нас флагман B-класса. Это Lamborghini Huracan Evo Spider. Чаще всего как раз-таки его использую в золотой сетке. Да и я думаю, много кто давно рубится, они чаще всего на Huracan это и гоняют. А смысла больше я не вижу, на какой тачке гонять. Так, далее у нас Porsche Carrera GT. Я ее что-то даже не открыл. Точнее, даже не прокачал до 2 звезд. Но автомобиль вроде как неплохой, но в полной прокачке только себя раскрывает. Ускорение у нее будет так себе все равно, мне кажется. До 80 вряд ли дойдет. Ну, так. Not bad, not bad. Porsche 911 GT3 RS. Всего лишь на 3 звезды прокачан. У Жеки и Олега, по-моему, она на 6 звезд вкачана. То есть я особо не запаривался, к сожалению. Или может, к счастью, нахрен еще запариваться мне, блин. И так удовольствия никакого от игры уже не получаю. Поэтому, да, иногда там какие-нибудь трассы бы добавляли уже. GL. Ну, блин, знаете вы меня. Меня бомбит просто от всего. Потому что лентяй, лентяй, добавляет только тот контент, который можно купить. И то, блин, задонать в там 360 тысяч рублей, например. И то, это вам не гарантирует ни в коем случае, что вы откроете новые автомобили. Что ж, переходим мы к А-классу. В В-классе у меня фаворит Хуракан остается. И на синий я еще иногда гоняю. Что ж, а в А-классе нас встречает Астон Мартин Вулкан, который, ну, было время, был неплох. Но сейчас мне на него пох. Вот, не гоняю. Вообще никак. И даже не возвращаюсь к этой тачке. Ниссан GTR Nismo. Вот сейчас он как раз требуется в Черной Пятнице, в событии на Баттишту. Но, опять же, вот я на нем не гоняю. Больше там сейчас на Джентли гоняю. Потому что там, если побить нужное время, можно еще и чертежи пенинфорины Баттишты забрать. Феррари J50. Еще одна тачка, которая просто простаивает в гараже, собирает пыль. Вот, кстати, жаль, нету такого эффекта, что вот если вы долго не гоняете на автомобиле, он просто такой весь проржавевший становит, там покрывается пылью. Вот этот надо было момент такой визуальный сделать. И, может быть, это замотивировало бы меня, допустим, чаще возвращаться к каким-то тачкам, чтобы немножко пыль с них согнать. Dodge Viper GTS. В принципе, тоже неплохой такой автомобиль. На старте для новичков, но не для меня. Ускорение неплохое. Кстати, у меня что, есть даже Эпики. Можно, типа, прокачать. А Эпик сколько? 150 тысяч кредитов стоит. Нет, извините, я не буду ее пока что прокачивать. Я на ней не гоняю. Феррари LaFerrari. Когда только-только вышел 9-й асфальт, как раз на этом автомобиле нам дали погонять в первом заезде. Но на логотипе и на стартовом экране в 9-м асфальте нас встречает немного другая. Феррари F-XX. На LaFerrari. Не гоняю. McLaren P1. Тоже стоит и скучает. Кстати, сколько у тебя тут? У-у-у. У меня всего лишь один Эпик, а ничего у тебя не прокачано. Грусть, печаль и разочарование. Тоже автомобиль, который, ну, неплохой, но он, опять же, не используется. А в платину я сейчас не попадаю и не гоняю там, поэтому, опять же, он просто простаивает и ждет своего звездного часа. А Lamborghini Aventador SV Coupe. Точила не чешная, визуально мне очень нравится. Есть еще более прокачанная версия, которую я решил открыть, но у них плюс-минус, по-моему, одинаковые статы. И автомобиль тоже не используется. Вот торчит он у меня в гараже и как бы фиг с ним. Есть вот этот Lamborghini Aventador SV Roadster. У него есть такой визуальный тюнинг еще, но показатели плюс-минус не сильно лучше, чем у этого Aventador. Хотя там уже 6 звезд, то есть если прокачать, может быть, она будет и норм. Ferrari 812 Superfast. Точила, насколько я знаю, продается, ее чертежи продаются только в магазине. За Т-жетоны или жетоны спецмонеты, так называемые. Было время, я, короче, накопил нужное количество, но, опять же, эпиков недостаточно для того, чтобы прям ее фулл прокачать. Chevrolet Corvette ZR1. Чертежи данного автомобиля можно найти только в сетке. Сейчас ранее были какие-то еще события, выходили там, ну, прям вообще. По одному, по два чертежа давали Gale. Типа, нефиг вам много чертежей. Прокачан на 4 звезды. Чтобы на пятую прокачать, нужно еще мне 45 фрагментов, что дофига. Вот, неплохая тачка, неплохая тачка. А вот этот Jaguar CX-75 мне очень нравится визуально. И как, в принципе, он себя ведет на дороге, хорош, хорош. Но, опять же, чертежи особо на него сейчас не достанешь. Ждать только какие-нибудь ограниченные серии. VLF Force 1V10. Топовая тачка тоже была какое-то время. То есть на ней можно тоже в сетке было гонять. Я раньше на ней часто гонял. Сейчас, опять же, пылится. Блин, что делает Gale? Ну, на Аментадор Родстер мы посмотрели уже. Хотя, давайте я его покажу сзади, как он смотрится. Сзади он, по-моему, пошире. Чуть выглядит. Хотя нет. Здесь просто другой у нас спойлер идет. Ну, и детали кузова чуть отличаются. Тоже у нас кабриолетик он. Что ж, далее. Во, Porsche 918 Spyder. На нем я, бывает, гоняю в сетке. Потому что хорошая нитро, хорошее ускорение. И максималка, в принципе, тоже неплохая. Покрасил что-то я ее фиолетовую в такой цвет фантом. Мне кажется, переливающийся. Даже не фантом, а хамелеон. Имеет, кстати, тюнинг, но совсем незначительный. Там немного его. Ванда Дендробиум. Пятизвездная. И еще чуть-чуть фрагментов у меня осталось до шести звезд. И я по ней, скорее всего, сделаю отдельное видео. Выглядит она, конечно, космически. Тачка из будущего. Но пока сейчас не гоняю. Планирую на ней в сетке в А-классе чуть-чуть поганивать. Поганивать. Так, ну, максималки, конечно, если вы заметили, у нее просто говнище. Но, я думаю, она другими параметрами будет нас поражать. Ну, прикольная, прикольная тачка. Но не для А-класса. В В-классе, наверное, бы она себя лучше показывала. Макларен 570S Spider. Даже винильчик у нее есть. Но тачка не в золото прокачанная. Редко на ней гоняю. Иногда бывает в хищении кредитов на ней прокачусь. Но особо тоже не используется. Следующий автомобиль у нас в Lamborghini Ametador J. Который неплох. Неплох. Хорошо себя держит на треке. Но, опять же, нифига не используется. Является кабриолетом. То есть у него не поднимается вообще, короче, никак. Как крыша и моя любимая Паганка, на которой я тоже в Платиновой Лиге когда-то было дело гонял. Хорошие статы. Также в хищении кредитов я ее использую Точило Топчик. По мне так. Но, опять же, в А-классе. Феррари LaFerrari Aperta. Тоже идет мимо. Не гоняя на этом автомобиле. Но, вроде как, она неплохая. Джентли Эколайн. Или Экелон. Как ее еще называют. Самая, наверное, одна из уродских тачек. Ну, мне вот вообще она не нравится. Такое ощущение, что это бюджетный смартфон от Xiaomi. Но разгоняется, конечно, хорошо. Статы неплохие у нее. Что ж, Tech Rules. Двухзвездный AT96 Track Version. Хорошая тачка. Но, вот, ее надо тоже, опять же, прокачивать в фулл, чтобы она себя прям как следует раскрывала. Достал ее, насколько я помню, из Гран-при. Далее, какие-то еще события были. Я чертежи там забирал. Так, Aston Martin Valhalla Concept Car. Ну, думаю, не буду сейчас ее открывать. В будущем, если вдруг она понадобится в каких-то ежедневных событиях. Или в специальных ивентах, то обязательно открою. Итого, у меня в А-классе фаворит Паганка. И, в принципе, все, наверное. Чаще всего я на Паганке там и гоняю. Больше ничего не использую. Следующий у нас S-класс. Самые мощные гипер- и супергиперкары. И первый идет, который вы, наверное, откроете в самом начале. И большинство открыли. Этот великолепный гиперкар на старте. Это Lamborghini Centenario. Тачила хороша. Но управляемость у нее так себе. А вот эта Ferrari FXXK как раз располагается на заставке нашего девятого асфальта. Вот ее жопень. Вот так вот она выглядит. Но цвет я здесь немножко ее перекрасил. Можно тоже, кстати, использовать в сетке. А вот эта тачка и икона вулкана Титаниум. Я на ней как раз-таки очень часто гонял в ежедневных акциях, где нужно нам было собирать чертежи для тачек S-класса. Вот она там как раз-таки используется. Тоже уродская. Мне не нравится никак. Но я на ней гонял. Все самые уродские тачки, они обычно хорошо ездят. Но опять же, это на вкус и цвет для кого-то. Это произведение искусства. Следующий автомобиль у нас Lecan Hypersport W Motors. Хорош, хорош, но не используется. Опять же, не используется. Мне больше нравится его брат, который пошире. Это Feeneer, но мы до него дойдем. Lamborghini Veneno, которая как раз-таки сейчас предоставляется в гран-при. Ну, если вы там его прошли. Вот. На 4 звезды тачка. На 5 звезд я вряд ли ее прокачаю, потому что сейчас я планирую не тратить особо жетоны. Буду копить. До скольки дойду, не знаю. Давайте, кстати, устроим, может быть, челлендж. Сколько мне жетонов накопить? Но только давайте какое-нибудь это... Более реальное число. Там 50-ка или 100-ка. Но не миллион. Потому что миллион, я не знаю. Это надо лет, наверное, 5-10 заходить в игру, чтобы такое количество жетонов набрать. И то потом вы их все сольете и тачку не получите. Следующий у нас Lamborghini Egoista, которая у меня прокачана, но не в золото, да? Да, не в золото. Там еще надо будет прокачивать. Но, по-моему, эпики... Нет, эпиков нифига нету. Эту тачку я использую как раз в хищении кредитов. Там я на ней забираю всякое полезное. Вот. Трайен Немезис, которую я так долго добывал, 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 добывал. И нафиг вообще не гоняя. Ни в сетке, нигде. Пустует. Нитро быстро тратит. Управляемость говнища. Для прямых, да. Тачила может быть и норм. Макларен Сена. Всего лишь на одной звезде. Когда там у Жеки, по-моему, они уже прокачаны в фулл полной. Не использую данную тачку. Во, Lamborghini Terza Millennium. В свое время, конечно, его Олег и Жеку урвал. Но я вот не смог. И сейчас приходится спецмонеты тратить для того, чтобы потихонечку-потихонечку чертежи на нее набирать. Но отдельное видео я посвящу данной тачке. Вот он. VW Motors Finir Super Sport. Вот этот представитель, W Motors, мне очень нравится. Вы смотрите, как у него поднимается. Кстати, такой тоже прокаченный Бэтмобиль. Шикарно выглядит. Очень классная тачка. По характеристикам она так себе. Но я на ней периодически там в каких-то акциях гоняю. Далее у нас идет двухзвездный Zen VTS 1 GT Anniversary. Еще, кстати, три чертежа я до трех звезд ее прокачаю. Было когда-то очень давно спецсобытие на нее. Но я, по-моему, тогда как раз на одной звезде ее урвал и... И все. Раньше как-то можно было на одной звезде тачку открыть. А сейчас вообще пошел ты в баню. Никакой тебе ни одной звезды, ни двух звезд. Вообще забудь. Поездил, попробовал тачку и хватит. Ишь, ты чего захотел? Автомобили открыть. А тачки-то у тебя есть все? А тачек обычно нет. Вот, Баттишта. Визуально мне прям очень нравится. Ускорение у нее хорошее. Управляемость тоже, в принципе, нормальная. Нитро неплохо держит. А вот максимальная скорость пока что страдает. Но, опять же, тачка у меня всего на две звезды. Думаю, на большем количестве звезд она лучше раскрывается. Далее Кёнингсек Ригера. Еще семь фрагментов осталось. Я ее прокачаю на все шесть звезд. Тачила, мне кажется, пригодится в легендарной сетке. Ну, когда я до легендарной лиги дойду. Вот, там, мне кажется, она пригодится. Lamborghini Sine FKP37. Тачилу вот я на нее тратил жетоны. Потому что мне очень она понравилась по управлению. Прям хорошая тачка. Но, опять же, максимальная скорость у нее страдает. Тот же Винена плюс-минус будет одинаковый. Ну и большинство, я так полагаю, до сих пор ждут открытия Bugatti Chiron. Прокачивать я буду ее на четыре звезды. Дальше ХЗ. На нее сейчас очень редко выпадает в магазине фрагменты за кредиты. Поэтому, скорее всего, буду ее открывать как раз на четыре звезды и потихонечку прокачивать. Кто ждет, влупите большой палец вверх. Ну, а далее у нас идет BXR Bailey Blade GT1. Которую я открыл на одну звезду. Кто-то, кстати, по-моему, или Олег, или Жека писали, что, по-моему, они ее не открыли. Или открыли, не помню. Ну, вроде бы кто-то писал, что, блин, эта тачка мало кому досталась. Ну и ремак C2, который я урвал на три звезды и все. Чертежи на него сейчас, по-моему, где-то начали появляться. Но особо вы нигде их не найдете. Что ж, вот такой вот крупный ролик у нас получился по девятому асфальту. Мы посмотрели на мой гараж. Это второй выпуск. Также вы можете посмотреть на мой гараж в Need for Speed No Limits, если вам это интересно. Оставлю обязательно в конечных заставках ролик. Ну и плюс гляньте мой обзор на свеженький PUBG New Stake, который вышел вот-вот совсем недавно. А я пошел дальше катать и набирать нужное количество чертежей для тачек, которые нам в будущем, я думаю, обязательно пригодятся. На этом все. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока!